Некая организация под названием Комитет освобождения Донбасса просит Украину вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. В частности, обращение данной организации было направлено к спикеру украинского парламента Разумкову и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой. В обращении к Юрию Разумкову и Людмиле Денисовой содержится просьба вмешаться в ситуацию, сложившуюся в Луганской народной республике в связи с игнорированием и нарушением прав трудящихся шахт Неконор Новая, Комсомольская, Партизанская, Молодогвардейская. Речь идет о том, что данные шахты закрываются как нерентабельные, а их сотрудники увольняются и прибегают к забастовкам, чтобы получить причитающиеся им деньги за работу. В целом, все обращение содержит слезные просьбы о том, что, мол, шахтеры и их семьи остались без средств к существованию и нуждаются в помощи. К тому же, активистов шахтерских забастовок арестовывают местные менты. Плюс к этому сомнительный комитет в своем обращении говорит о том, что у шахтеров остается только одна надежда – давление мирового сообщества на власти так называемой ЛНР. Анализируя данную ситуацию, приходим к выводу, что спецслужбы Запоребрика прибегают к новой тактике, целью которой является запихнуть проблемные регионы обратно в Украину. На этот раз выбран метод надавить на жалость сердобольному руководству Украины, что, мол, местные героические шахтеры гибнут под несправедливым гнетом оккупантов и вообще нужно, чтобы Украина проспонсировала все негаразды, которые выпали на долю доблестного трудового класса. Почему мы считаем, что все это обращение – очередной блеф, специально спровоцированный Кремлем? Для начала отметим, что этот самоназванный комитет называет террористическую организацию не иначе, как Луганская Народная Республика, что уже указывает на неоднозначность оппозиционного комитета. Вряд ли бы настоящая оппозиция, если бы таковая была, называла террористов Народной Республикой. Вторая причина, указывающая на то, что концы данного обращения находятся на Лубянке, это то, что своими мольбами комитет взывает к помощи мирового сообщества, то есть призывает пойти на прямой контакт с никем не признанными террористическими анклавами и тем самым признать их фактическое существование в формате так называемых Народных Республик. Это в целом касается и украинских властей, которые в случае реакции на эти сердобольные обращения фактически признают существование Народных Республик. Нам кажется, что начальной целью всего этого действия является желание заставить Украину платить деньги или решать социальные проблемы так называемых шахтеров и сделать первый шаг на пути реинтеграции оккупированного Донбасса в государство. Вероятной причиной этого обращения в качестве прощупывания почвы являются грядущие местные и вполне возможно парламентские выборы, если ЗЕ решится на распуск нынешнего парламента. Ведь если перед выборами удастся добиться реакции на эти зовы о помощи со стороны украинской власти, вполне возможно, что регион будет в них принимать непосредственное участие. А чем чреваты результаты выборов с голосами этих шахтеров, догадаться несложно. В особенности по мажоритарной квоте. Гарантированно мы получаем засланных любителей шпилей в украинский парламент. Резюмируя данную ситуацию, можем сказать только то, что подобные обращения, даже если и содержат хоть толику правды, не более чем организованная провокация, цели которой мы сказали выше. На это нельзя реагировать никоим образом, кроме как отправлять просителей в одно место, именуемое эрефией, которое, как оккупант этих территорий, должна обеспечивать их всем необходимым. Как и в случае с Крымом, все, что происходит за линией разграничения, это проблемы не Украины. Ни парламент, ни президент, ни Министерство иностранных дел Украины не должны давать ходу этим прошениям, чтобы за ними там не стояло. Шахтеры сами выбрали свою судьбу, оставшись на оккупированных территориях. Именно они призывали в регион русский мир, так пусть и расхлебывают все прелести запоребрика на собственной шкуре. Вполне может быть, что спецслужбы эрефии там действительно разгоняют репрессии против шахтеров и их семей. Но до тех пор, пока оппозиционные комитеты обращаются к украинским властям от имени Луганской народной республики, пока они не поднимают там вооруженные бунты и не оказывают действенное сопротивление оккупантам, это не проблемы Украины. Субтитры создавал DimaTorzok